Махачкале Русских драматических театров Республик Северного Кавказа и государств Черноморского и Каспийского регионов, которые проводятся раз в два года. Своё мастерство зрителям показали актёры из Грузии, Казахстана, Германии, Болгарии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Корчаева-Черкесии, Ингушетии и Чеченской республики. Также были представлены театры Санкт-Петербурга, Москвы и три дагестанских театра – русский, лахский и театр кукол. 15 театров участников фестиваля продемонстрировали на сцене Русского драматического театра имени Горького содержательные яркие спектакли. Этот праздник ждали и к нему тщательно готовились. Выступая на церемонии официального открытия, первый заместитель представителя правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов отметил, что большой праздник театрального искусства в одном из самых многонациональных регионов России символизирует единство и общность гуманистических ценностей различных культур. Он также напомнил, что театральный фестиваль проводится в Дагестане с 2007 года, объявленного Годом Русского Языка, подчеркнув, что в истории всех народов страны объединяющая роль русского языка и русской культуры поистине бесценна, что наглядно проявилось и в развитии театрального искусства регионов. Приветствуя организаторов и участников театрального праздника, Карибов пожелал им новых впечатлений, хороших друзей, успехов во всех творческих начинаниях. Театр России все вместе и каждый в отдельности всегда помогали и помогают обществу в воспитании подрастающего поколения, в духе созидания, утверждения идей гуманизма и высокой нравственности. Все они служат обществу, внося свой важный вклад в его духовное развитие, с честью выполняя патриотический и гражданский долг средствами театрального искусства. И сегодня русский театр продолжает играть огромную культурно-просветительную роль. Они наглядно свидетельствуют о ценности объединяющего начало великой русской культуры и языка, приобщают народы к традициям русского мирового классического искусства, служат основой для развития профессиональных, национальных театров и тем самым способствуют сохранению и преумножению нашего культурного наследия. Нынешний фестиваль уже четвертый. И отрадно отмечу, что этот театральный форум не только вновь собрал на дагестанской сцене театры Северного Кавказа, но и привлек новых участников, еще больше расширил свое представительство. Право открыть масштабный театральный форум предоставили Двилисскому государственному академическому русскому драматическому театру имени Грибаедова. Грузинские актеры старейшего на Кавказе театра подготовили на первый показ постановку «Холстомир. История лошади» по произведению Льва Толстого. Представители Грузии единственные из всех участников дважды показали свою постановку. И это не случайно. В следующем году Грибаедовскому театру исполняется 170 лет, а «Холстомир» посвящен не только этому знаменательному событию, но и столетию со дня рождения великого режиссера Георгия Товстоногова, который в 1938 году начал свою творческую карьеру в этом театре. Для воплощения классического произведения режиссер-постановщик Автандил Варсимашвили, не опасаясь сравнений с легендарными предшественниками, нашел новые смыслы, подобрал новую стилистику и создал самостоятельный спектакль. Современное действо, яркое, зрелищное и при этом трагическое и пронзительное, отметил директор Тбилисского государственного русского театра Николай Свинтицкий. Это было очень волнительно, потому что легендарный спектакль «БДТ», где играли великие мастера театра, Валентина Ковель, Владислав Стрижельчик и Олег Басилашвили, и поэтому мы ни в коем случае не повторяли рисунок легендарного мастера, а сделали постановку, на наш взгляд, 21 века, очень динамичную, в основном построен на пластике, но, конечно, при этом мы никак не забыли великого Льва Толстого, и, как нам кажется, мы донесли основную мысль великого произведения «Холстомер. История лошади» о предназначении человека на этой земле сложного, противоречивого. «Эй, ты! Мелик! Ура! Чужой!» «Гони, Баденнашинского!» «Унинашинского!» «Вещай!» «Куда он взялся?» «Я не могу его взять! Заботиться!» «Нам, малыш, бей его!» В спектакле театра Грибоедова используется неожиданный ход. «Холстомер» представлен в трех возрастных проявлениях, но главным героем остается один – старый Пеги Мерин, перед которым на пороге гибели проходит вся его жизнь, полность страданий. Пройдя мучительный жизненный путь, «Холстомер» остается образцом терпения, великодушия и смирения. За роль «Холстомера» актер Валерий Хорюченко стал обладателем золотого диплома Международного театрального форума «Золотой видеть». Идея человеческой жизни, человеческой судьбы, добра, человеческого, это же метафора, вот табун, холстомер, проецируется жизнь живого существа. В итоге это опять о нас, о людях. Проблема и сущность души живого существа, она всего своей гуманности, своей глубинности, вот этого вопроса, она очень современна, но всегда будет. А естественная стилистика подачи этого материала, она отличается от того, что было вчера. И слава Богу. Он так не узнал меня. Как больно. Хорошко. Позвольте, зигана погодать. На чем? Зарежьте его, и чтоб его ночи не было. Кого-то дни, кожа бы хороша была, но... Зарежьте, зарежьте. Глядь! Как ясно все стало! Жестокое отношение к старости, человеческая беспощадность к белым воронам, четкое противопоставление нравственного безнравственному, отсутствие выбора, как духовная свобода угнетенного, но и не сломленного существа. Такие жестокие вопросы ставит перед зрителем режиссер. Дагестанский зритель должен видеть все самое лучшее, говорит режиссер Скандербек Тулпаров. История лошади, например, это лучшее, что сейчас на Северном Кавказе. Школа грузинская, она самая лучшая вообще мировая школа. Вы знаете, великий струа, и мы укрепляем дружбу с нашими регионами. Пришла идея создать этот фестиваль. Это вы помните, когда мы разобщились, когда мы ушли, республики ушли, русские театры остались на Атшибе, они остались вне культурного поля России. И национальные театры, Владикавказья, Нальчики открывали свои фестивали, и надо было русские театры собрать. И так получилось, что Дагестан собирает эти русские театры, мы здесь общаемся, и получается, это русский дом, в принципе. Я зрителю завидую белой завистью, что они могут посмотреть и получать удовольствие от спектакля, который представлен на этом фестивале. Я знаю, что наш зритель очень любит этот фестиваль, потому что всегда было очень много народу. Я знаю, что даже на лестницах сидели прошлые фестивали. 28 сентября в Малом зале Русского драматического театра имени Горького в рамках фестиваля перед зрителями выступил артист Российского академического Большого драматического театра имени Товстоногова, заслуженный артист России Михаил Морозов. Артист представил моноспектакль «Весело и больно» по произведениям Михаила Лермонтова, часовую композицию и строк великого русского поэта. Этот спектакль, по словам Михаила Морозова, плод долгого, вдумчивого, личностного прочтения поэтического наследия Лермонтова, созвучного современником. Морозов является признанным мастером моножанра. Играя моноспектакли, по словам актера, он играет то, что близко его душе. Я верю, обещаю верить, хоть сам того не испытал, что мог монах не лиценеть и жить, как пьяху обещал, что поцелуи и улыбки людей коварны не всегда, что о ближних малые ошибки они прощают иногда, что время лечит от страданий, что мир для счастья сотворен, что добродетель не название, и жизнь поболее, чем сон, но вере теплые, опыт хладный, противоречит каждый миг и ум, как прежде безотрадной, желанной цели не достиг. Нет, я не требую внимания на грустный бред души моей. Не открывать свое желание, привыкнуясь до внешних дней, пишу, пишу рукой небрежной, чтоб через много скучных лет от жизни краткой, но мятежной какой-нибудь остался след. Быть может, некогда случиться, что все страницы пробежат, на эту взор ваш обратиться, и вы промолвите, он прав. Я называю моноспектаклем всякий выход артиста к публике один на один. Это из всего корпуса стихов Лермонтова выбран один сюжет, одна тема, и, соответственно, сделан сценарий. Это же точно моноспектакль, потому что это монолог. Понимаете, никакого смысла нет делать моноспектакль, если его не делаешь про себя. Волька Дарич идет от первого лица. Берется текст, вычленяется сюжет из этого текста, который есть там, но который про тебя. Тем более, если это монолог. Вот, конечно, тут соединяется автор, исполнитель. Я не понимаю, если не про себя делаешь моноспектакль, зачем вообще его делать? Прямо или опосредованно, если не про свою историю, ту или иную. Очень простую, конкретную. Любовь, работа, смерть. Ну, такие вещи. Дети. Вопрос, к чему он обращен, этот моноспектакль. У меня принципиально обращен к зрителю. Михаил Морозов давно полюбился дагестанскому зрителю, поэтому артисты вновь принимают участие в театральном фестивале. Всю свою любовь и признательность Морозову в зал выразил вдумчивым слушанием его выступления. А затем, по окончании эмоционального монолога, бурдные аплодисменты не смолкали еще долгое время. Вышедший на сцену заместитель министра культуры Дагестана Елена Гарунова и художественный руководитель Русского театра имени Горького Скандербик Тулпаров поблагодарили гостя за очередной приезд в республику. Вручили ему диплом и символ фестиваля, а также памятные подарки. Я возьму на себя смелость сказать, мы не знаем Лермонтова. Что мы знаем? 10, 12, 15, может быть, да меньше, хрестоматийных, гениальных стихотворений. Мы знаем Мцири, Демона, Тамбовскую казначейшу и песню купца Калашникови. Это если говорить о поэзии, ну, проза, понятный герой нашего времени, да, по-моему, собственно, и все. Ну, вот встала задача все это отмести. Ну, а как? Ну, не уходить же не читать тучки небесные, вечные страницы, ли белеет парус одинокий. Это проигранное дело. И вот, когда я все это отмел и остался томик его стихов, я понял, что в основном его совсем не это интересовало. А то, что его интересовало, прав он, не прав, умен, нет, это вот, это не я придумал. Вот, мои пожелания вашему фестивалю быть, быть регулярно, чтобы расширялась его, как это говорят, география, чтобы уровень оставался таким же, еще выше. Мы, которые сюда ездим, уже не первый раз, мы его очень любим, чтобы люди все были живы, здоровы, которые вы организовывали. Здесь прекрасно принимают, всегда чувствую неловкость, клянусь вам, без кокетства. Я считаю, что то, что делаю я, хотя я не кокетка, и, в общем, надо делать, иногда неплохо, я не стою такого приема. Я думаю, что это чувство неловкости испытывают многие, кто приезжают. Это очень хорошие слова, считайте, о Дагестане, о людях, которые все это делают. О вас, обо всех. Метель шумит, и снег валит, но сквозь шум ветра дальний звон, порой прорвавшийся гудит, тот голосок похорон. То звук могил над землей, умершим есть живым уход, цветок поблекший гробовой, который не пленяет взор, пугает сердце этот звук, и возвещает он для нас конец земных недолгих мур. Но чаще новых первые чаще. АПЛОДИСМЕНТЫ в Петербурге нас заслуженных России, как грязи, а заслуженным Дагестаном буду я развиваться. Русский государственный музыкально-драматический театр Республики Ингушетия представил постановку, которая заставляет заглянуть в глубины человеческой души. Спектакль «Две стрелы» Александра Володина, режиссер Ахмед Льянов. Действие происходит в каменном веке, когда люди жили одним племенем, среди скал и деревьев, когда все было общим, когда сородичам не из-за чего было драться. Но вот выбищена стрела, убить человек. Кто убил? Как произошел раскол в племени? Об этом рассказывают актеры Султан Гайсанов, Муса Чайхиев, Руслан Курштов и другие. Султан Гайсанович, что он не могла дать не разъехать без того и такого, что это как правило. Разрешил бы, обвинялся, скажи, что он сказал. Ну вот, мы серьезные причины нужна кознасность. Так, мы работаем, мы снижаемся. Господи, июня, Господи, достаточно, за ним, и мы пришли. Тоже ничего. Это реально не было. Ты достаешься, что я не могу сказать. Ты не можешь. Отчего это, приколдариваться? Папа, когда мы не заметили. Художественный руководитель театра Михаил Базуркин признается, что рад посетить Дагестан. Как народу боится оказывать такую методику деятельности, Агарда приезжает к другому, с него как палы. А тут больше, чем нужно, с души, а с Бухарсом. А еще сколько народу являются, у каждого, у сих пор, 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 у сих пор не станет. Все же, у них одна была, она была, она была, она была, она была, она была достаточно. Это огромное бакарство. Это самая уникальная самая сила. Слово вероятного числа. Как можно это в мире, в мире, на одной земле. И за дистанцию. Второй вопрос, один из стадов. Мороковый класс, метро и лендер. Ну, все потому, что в Сирии, Кавказский народ. Это вот еще, потому что это Мород со своей исполненной, или формулой, но и сущей европейской культурой совмещают. Потому что Мород, который такс, или в области к искусству. Мород по один из стадов, Казалось бы, дикая природа. Люди, не отверненные плодами цивилизации. Но пьеса в постановке Ильянова максимально понятна современному человеку. Ахмед Ильянов – режиссер молодой, но все его работы глубоко психологичны. Герои пьесы, хоть и носят смешные имена – Ушастый, Черепашка, Долгоносик – решают вечные проблемы – любви, верности, предательства и коварства. Актеры не пытаются полностью переместиться в первобытный мир, законы которого мышления, страхи и радости, пройдя через века, остаются столь же актуальными и во втором тысячелетии. Ильянов сократил пьесу, адаптировав ее под актерский состав своего театра. Но он сумел максимально полно передать глубину и многоаспектность авторской идеи о человеческой природе. Главный режиссер Ахмед Ильянов неспроста привез именно этот спектакль. У меня вообще когда-то внутри моей постановки, я так можно стрел по-немерски, и считаю, что близко на Картасе, чтобы в каких-то реальнохрадах проживания, то внутри с Сибирь, после мира, и с нами в которой могло действовать, это все-таки как в город, но вот это святая история, поэтому я так брал для себя лист, взять постановки, но после того, что прошло хорошо, что стало простым, из-за чего я его работаю, стало естественно, мы приедем вместе, мы делаем, я на среднем представленный здесь на СПМТ и в том месте. У меня здесь много друзей, и человек понимает, что молодые люди, если на СПМ, я борясь с этим, чтобы весь упал в точку, это все-таки интересно. В этот же день вечером актеры Русского театра имени Вахтангова Республики Северной Осетии Алания представили спектакль по пьесе Петра Гладилина «Афинские вечера». Данная постановка с успехом ставилась и на столичных театральных подмостках, и на периферии. А в 1999 году даже была инкранизирована автором на киностудии «Мосфри» с участием таких звезд, как Лев Дуров и Галина Польских. О любви. О том, что светлое счастье, дарованное ею, неспроста сберечь, но очень легко разрушить. И о том, что тепло семейного очага это ценность вечная на все времена и эпохи, и опоры на нее человеческая душа и крепка. Именно об этом пьеса известного российского драматурга и киносценариста Петра Гладилина. Лев Дуров и Галина Польских. Субтитры создавал DimaTorzok Люди в ней уже давно стали друг другу чужими, отметил главный режиссер театра имени Вахтангова Республики Северной Осетии Алания Валерий Попов. И когда есть пьеса, которая объединяет, вы не за проблемимое шляпе. Но это и смысл, поэтому в прифере мы продолжаем замечательным заботом в Терестанах с теми пьесами «Аргентские вечера» и «Аргентские вечера». Значит, это и в трансмиссии очень хорошо, очень теплый и очень стабильный. Да не ети. Очень приятно выживить. И вот как нужно меня посвистить, доставлены в помену фестиваля. Примерное значение теплым атмосферам сегодня и с нас тому зрителя. Другой, надеюсь, вам тоже вместе тоже. Лахский драматический театр имени Финди Капиева показал спектакль «Дом Бернарда Альбы» Гарсия Лорки. В драме Бернарда Альбы Гарсия Лоркова воссоздает атмосферу страшного произвола и жестокости, наслаждаемой с урокой властной Бернардой в своем доме. Спектакль получил три премии из пяти существовавших на фестивале «Сцены без границ» во Владикавказе за лучшую женскую роль, за лучший спектакль и за лучшую режиссуру. Вечером состоялся показ спектакля «Король лир» у Лема Шекспира, который в дар дагестанскому зрителю привез творческий коллектив Русского государственного драматического театра имени Гурького из Кабардино-Балкарии. «Мы привезли работу, премьера которой состоялась в прошлом году. Почему именно Шекспир? Эта тема актуальна и в наши дни, так как это классика. Любой театр мечтает иметь в своем репертуаре Шекспира», сказала директор театра Фатима Николаева. Мы приехали еще раз в плодину мощных минут достроенных здесь, плодоприятные, гостеприимые, земля на листах это всегда восприняло, тепло. Хотя мы на протоколе ходим, мы их как будто двигали, цель на тросте. Это лучший директор по институту. Благодарны субстрателям этого фестиваля, этот фестиваль очень нужен для Владимира, в воздухе, театральному искусству необходим. И для того, чтобы мы себя показали на данный момент, для того, чтобы наши народы, наши соседние регионы, мы чувствовали бы дружбу, чувствовать себя на франшизе. И между нами мы все внимательны, особенно Северный Кавказ. «Дочка, не своди меня сюда, я более не могу мешать тебе. Я больше никогда с тобой не встречусь. Но все, что плоди, и кровь, и прочные, вернее, моречки этой плоди, осталась моя профессия. Могли в пятом, как своей панойной крови. Я не буду тебя. Устаю в тюге. Когда-нибудь с собой. Просить за совесть. Я сделаю кличку твою мечту. Я Питеру не восстрелаю. Когда-нибудь исправься в меру силу, я подожду. Я буду в этом время жить с ребятами, чтобы уставаться. Просить. И я от этого не счастья не готова. Я не ждала вас. Знаете, отец, что вашу мечту не стану. Все забыли. Фестиваль представил и премьеру спектакля «Новиченда» по пьесе Александра Барико. Театр «Выпускники Щукинца. Москва». Спектакль режиссера Вячеслава Терещенко уже увидели в Германии и Болгарии. Для премьеры в России выбрали Дагестан. Работа была очень интересная. Мы работали этюдами и по ночам, и днем, рано утром. Но нам эта работа доставила громадное удовольствие. Это наша премьера будет на российской земле. Мы впервые в России играем этот спектакль, потому что мы его показывали только за границей. Америка. Эпоха джаза. Наш актер рассказывает историю лучшего друга – музыканта. Подкидыша, найденного на корабле. «Новиченда» вырос на борту и никогда не сходил на берег. Никто не знает, где он так виртуозно выучился игре на рояле. И эта игра никого не оставляет равнодушным. Если ты не знаешь, что это, то это час! Полтора часа без антракта. Спектакль смотрел полный зал. Академический русский театр имени Максима Гурького «Астана», Казахстан. Привез драму «Аралхана Бакия. Последнее причастие». Действие разворачивается в начале прошлого века в горах Алтая. Драма рассказывает о непростых взаимоотношениях, о столкновении сильных и потерянных характеров, о любви и надежде. Русский драматический театр имени Михаила Лермонтова Чеченской республики представил спектакль «Спасти камер юнкера Пушкина» по прозе драматурга Михаила Хейфеца. Постановщик – петербургский режиссер Дмитрий Павлов. Пьеса израильского драматурга Михаила Хейфеца «Спасти камеру юнкера Пушкина» на самом деле рассказывает не о ненависти, а о любви. Постановку в то же время в следующем году Берданда Слейда показал драматический театр имени Стоянова. Гости из Болгарии. Меня зовут Вена Митева, я директор и главный художественный руководитель Габровского драматического театра имени Рачу Стоянова. Этот спектакль сделан не только с моими актерами, оба актеры из софийских театров. Анна Петрова работает в молодежном театре, а Георгий Кадурин работает в театр армии в Софии. Мы давно хотели сделать этот проект и сделали в прошлом году. Потом нас пригласили на много фестивалей. Это у нас четвертый или пятый уже фестиваль, но были до сих пор только в Болгарии. Мы первый раз за границей этим спектаклем. И для меня было испытание, поймет ли публика этот сюжет, потому что для театралов он очень знакомый, но для рядовой публики, может быть, он не знаком. Но судьям по реакции они все-таки поняли, о чем идет слово. Было приятно так пристально смотреть, как актеры показывают то, что с ними происходит. Так что любопытно было это для актеров и для меня, кажется. Эта пьеса очень известна. Есть по ней и американский фильм, получивший Оскара за лучшую адаптацию в киносценарии. Хотя здесь прозвучало, что это лирическая комедия, но там не только комедия, там была и какая-то душевная трагедия для героев. Да, это тема американская. Война в Вьетнаме, то, что в этот период был в Америке. Мне кажется, что для новой поколения это не так уже интересно. Поэтому мы чисто по-человечески рассмотрели все эти отрывки из их жизни. И они старше, чем в пьесе. Мне хотелось показать, что во всей возрасте они и вместе были, и не были, и все-таки они прожили один жизнь вместе. Акцент сделан на взаимоотношения между ними. Да, точно, точно. Да, и, по-моему, это видимо в спектакле. Когда у нас появился этот спектакль, 10 лет назад был очень хороший спектакль. Он тоже самый популярный комик в Болгарии выступал, и это было более смешно, по-моему. А мне кажется, что это и лирично, и нежно, и вообще такая тонкая драматургия. И поэтому я выбрала именно эти актеры. Кадурин тоже очень популярный в Болгарии. В последнее время он очень много снимается в кино. И мне было интересно с ними вот эту такую тонкую драматургию, такую камерную драматургию поработать вместе. И это был прекрасный период нашей жизни совместный. Ну, понятно, что сделано основное акцентное взаимоотношение между главными героями. Но идея самого спектакля, это тема любви на протяжении всей жизни. Что еще несет в себе этот спектакль? Он говорит, что не нужно жениться, чтобы сохранить любовь. Она есть или нет просто. А это очень трудно сохранять ее всю жизнь свою. Сохранить это чувство. Это самое красивое и самое важное чувство в жизни, по-моему. Которое помогает жить, творить. Да, жить, перенести все в жизнь, потому что жизнь не так легкая и не только такая сладкая. Русский драматический театр имени Максима Гурького Республики Дагестан представил драму Герхарда Гаупмана «Перед заходом солнца» режиссера-постановщика, заслуженного деятеля искусства России Скандербека Толпарова. Сегодня, как и сто лет назад, эта история странной любви 70-летнего мужчины и 20-летней девушки по-прежнему волнует и восхищает. В последний же день фестиваля было показано сразу три спектакля. Театр куклы Республики Дагестан представил постановку по пьесе великого английского драматурга Уильяма Шекспира «Сон летнюю ночь». В нем задействованы живой план куклы-марионетки, древнегреческие маски. Декорационное оформление спектакля выполнено в белом цвете, так как сама сцена оформлена в черном цвете. По сути, спектакль построен на игре этих двух цветов – черного и белого, олицетворяющих добру и зло. Театр «Русская сцена» в Берлине представил моноспектакль по Бертальту Брыхту «Жена еврейка». Именно с этой постановки началась профессиональная история театра «Русская сцена» в Германии. Закрыл съезд театра в спектакль «Скрипач на крыше», представлены актерами Московского музыкального театра имени Владимира Назарова. Музыкальный спектакль «Поминальная молитва» или «Скрипач на крыше» соединил в себе тонкую и остроумную драматургию Григория Горина. По мотивам рассказов – шалом Алейхима, музыку Джерри Бока, знаменитому бродвейскому мюзиклу «Скрипач на крыше», европейские народные мелодии, живой вокал и оригинальную хореографию. Спектакль был интересен как молодежи, так и зрелым людям, склонным к осмыслению, а не только к развлечению. В завершение отмечу, что театральный форум – значительное яркое событие в культурной жизни Дагестана. Программа фестиваля позволила зрителям насладиться интересными постановками, артистам обменяться опытом и обрести творческие и теплые человеческие связи. Уважаемые радиослушатели, вы вызвали передачу, посвященную работе 4-го международного фестиваля русских драматических театров Республик Северного Кавказа и государств Черноморского и Каспийского регионов, прошедшего в Махачкале. Для вас работали авторы и ведущие Камила Макаева, звукорежиссер Мумина Талиева. Всего доброго, до свидания.